Мы сказали в Мишне, что человек, который посадил труму, не имел права сеять, по закону того, что выросло, не является трумой, но мудрецы сказали, что выросло, имеет статус трумы. Поэтому человек, который молотит труму, говорит, что если он молотит, а ховет Мишубах, он лучше, чем кто? Мин хадаш, лучше, чем того, кто молотит это животными. Что было раньше? Раньше расселывали эти колосья, и животное ходило вокруг, выдавливало эти зернышки. Но если человек вот эту труму, которую поставили мудрецы, выбивает палкой, это лучше. Брайта говорит, окей, как ему делать? Нужно ему молотить это животным. Говорит, Мишна сказала, и здесь Брайта говорит, что он пусть этому животному подвесит на шею корзинку, и в корзинку поставит ту еду, которую он сейчас молотит. Пшеница, пшеница, ячмень, ячмень. И так он не нарушит запрет, что нельзя ставить намольник животному, когда оно работает, когда оно молотит. И также не нарушит запрет, что животному нельзя есть труму. Так сказала Мишна. Но здесь Брайта говорит, что может дать ему коршинин, это была еда для животных. И даже если это не то, что он сейчас молотит, главное, что у него есть что поесть. А Марбиоси говорит, что Раббиоси, выходит, что даже если сейчас этот бык, эта корова молотит не труму, а простую пшеницу, можешь ей повесить корзинку и дать что-то поесть. Главное, чтобы было что-то поесть, и ты не нарушаешь запрет, не ставь на морд. Дальше так. Человек, который использует этого быка для того, чтобы выдавить бобовый язык щелухи или то, что называется в английском фенугрейк, по-русски это вроде что-то как тротундахты, что у нас было, кислушки, он не нарушает запрет, не надевая ему намордника. Почему? Написано, что этот запрет когда действует, когда человек уже заканчивает обработку пшеницы, обработку этих бобов. Но все-таки это будет ему запрещено делать, одеть ему намордник, потому что это плохо выглядит. Люди смотрят и не знают на самом деле, почему он этот намордник одел, что еще на этой стадии можно было ему одевать. Дальше. Есть два мудреца. Один мудрец говорит, когда человек нарушает запрет не одевать намордник животному, когда это животное молотит то, что можно ему есть. Но если это ему запрещено есть, как в нашем случае в мечне трума это была, животное не имеет права это есть, то если одеть ему намордник, этот тана говорит, не нарушил запрет. Другой тана говорит, нет, не важно, что это животное молотит, можно ему это есть то, что молотит или нет, нельзя ему одевать намордник в любом случае. И следующие несколько линий мы пропускаем. Это будет передачем объединено на девяносто первом листе. Как мы знаем, что, к сожалению, иерусалитский талмуд, он очень много редактировался. То, что здесь напечатали, должно быть через пару листов, через четыреста. Так, дальше говорит Марта. Мы сказали, что есть мудрец, который говорит, что когда запрет не одевать намордник, когда он пашет или молотит то, что ему разрешено есть. Но наша мечна идет по мнению, что даже если этот бык молотит то, что ему запрещено есть, как трума, не имеет права он одевать ему намордник, должен повесить ему корзинку, чтобы из этой корзинки он ел. Это не как мы учили. Он вешает корзинку на шею этой корове, этому быку. Дальше. Говорит дальше Марта. Когда этот запрет одевать намордник действует, когда он молотит. Но если человек взял этого быка, корову, чтобы она раздавила ему виноград, тогда этого запрета нет. Так что это накамар, белезер, беньяков умер, а в беньяков говорит нет. Даже когда он давит этот виноград, это запрещено ему одевать намордник. Мы знаем, что вся тура, которая у нас есть, это тура, которая осталась от пяти учеников Раби Акивы, которую он нашел и воспитал и научил. У него умерло двадцать четыре тысячи учеников. Он спросил своего ученика Раби Чему Барю Хай такой вопрос, чтобы его проверить. А что если? Написано в той и так. Не одевай намордник, когда он молотит. Спросил его Раби Акива, а что если он надел ему намордник за тем местом, где молотит. Дома у себя надел, а потом принес на губно, чтобы он молотил, нарушил запрет или нет. Сказал он ему, Амар Ле, первая страница 8 листа, Бе Ву Ахем Эль О Эль Мо Эд. Что написано? Что Коэ не имеет права пить вино. Когда? Второе написано Бе Ву Ахем, когда вы придете в О Эль Мо Эд, не имеете права пить вино. Говорит Раби Чему Барю Хай, но не значит, что когда они пришли в мешкан, там нельзя пить. Но даже перед приходом туда вы не имеете права пить и прийти сюда выпишем. Отсюда Раби Чему Барю Хай говорит, не важно, где ты надел намордник этому животному. Если оно работает, не имеешь права на нем работать. Раби Зеира объясняет это по-другому. Он говорит, но цад душ бешор хасун. Можно это понять, что не молодцы или не паши на быке, на котором есть намордник. Не важно, когда ты ему этот намордник отделил. Год назад, два назад, пять лет назад ты ему этот намордник отделил. Не важно, когда он работает, это животное должно есть то, что оно обрабатывает, над чем оно работает. Рада Шем Прадорова на следующем листе. Амин Ве Амин.